Доброго здоровьица! Я решил вам показать один из рабочих моментов Как я работаю с компьютером, что, что, как Итак, что бы я вам хотел сказать Вот, наконец-таки, сделано Правильное сочетание пищевых продуктов В конце прошлого и прошлого Ага Наконец-таки сделана большая вот эта вот глава О правильном сочетании пищевых продуктов Здесь указано, почему Сочетание продуктов влияет Как оно влияет Как их лучше сочетать К чему приводит, если все это дело не сочетается Как потреблять фрукты Употребление пищи в течение дня То есть, очень важная, важная глава Причем так, практические рекомендации по перевариванию и усвоению пищи Переход на правильно питание Вот вы все задаете вопросы Задаете вопросы Щелочная, старая Пища там щелочная, кислотная И прочее, прочее, прочее Вот как раз Как раз на эту тему здесь и рассказано Так, теперь смотрите Все это дело Это практически час 56 минут Надо будет залить на ютуб Вот ютуб Туп-туп Берем его сюда И Начинаем Добавлять видео на канал Свой канал Раз сюда Видите Хопа Дело пошло Дело пошло Теперь надо дать описание К этому видео Это уже другая программа Другая программа совершенно Это Windows И здесь Разрушение пищи читает автор Аудиокниги слушать витамины И тут у нас как раз Что тут у нас было? У нас было правильное сочетание Пищевых продуктов Вот так вот Раз И пишем Переключаемся с английского на русский Пищевых продуктов Пищевых продуктов Написали? Правильное Сочетание пищевых продуктов Правильное Но не включилось Включилось Правильное Сочетание пищевых продуктов Так Остальное Все Стираю Аудиокниги слушать Правильное Сочетание пищевых продуктов Ставим Точку Вот делаем Вот так Потом вот так И еще пишем Что у нас Малахов 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 Геннадий Не пишем Так Ну пускай Можно было Поменьше взять Вот так Есть Есть Копируем Теперь мы сюда Сведения у видео Помещаем Далее Сюда В описании Мы делаем Описание Программы Так Многие интересуются Продуктами питания Что у них Содержится Многие Сочетаются Продуктами питания Так Так То есть Надо теперь Написать Надо теперь Написать Дать Описание Так Аудиок Не так Ну Начнем Уже Много Людей Слышали О То Что Надо Правильно Сочетать Продукты В Одном Приеме Пищи Откуда Откуда Все Это Пошло Пошло Это Седой Древности Когда У людей Появился Какой-то Достаток В пище И Они Начали За одну Трапезу За одну Еду Съедать И то И все И пятое И десятое И вот Если до этого Они съедали Один продукт Было все нормально А когда Начали Сочетать Ну В одной Еде Несколько Продуктов То То Обнаружили Что у них Расстраивается Пищеварение И вот Тогда-то Тогда-то Уже Они Задумывались А почему Были Выявлены Естественно Эти все Сочетания Продуктов Которые Приводят К расстройству Пищеварения И Даны Были Рекомендации Чтобы Все Это Устранить Вот Оттуда И Пошло Откуда Все Это Пошло Да Какие Рекомендации На Этой Основе Кто Первый Исследовал Влияние Продуктов Принятых Одновременно Принятых Одновременно На Качество Пищеварения И Многие Другие Вопросы Вопросы Так Пищеварение Ошибка Так Основные Другие Вопросы Так Вопросительный Знак Подробно Описано Как Надо Правильно Употреблять Продукты Питания То есть Здесь не просто Употребление Продуктов Питания Не просто Мы Мы Рассказываем О количестве О количестве Принятой Пищи За один раз Каково Оно должно Быть Плюс Плюс Употребление Пищи В течение Дня Как Вот эти уже так как не было написано там где-то в девяносто там третьем году уже 90 там втором девяносто третьем году вы могли это уже знать практически прошло уже 30 лет и для некоторых это будет что-то такое знаете какое-то откровение так дальше идем что-то сочетание продуктов читает автор аудиокниги слушать пьете так сочетание продуктов вот заодно сейчас посмотрим что какие идут вопросы по запросу продукты так вот это что тут мы закроем вот это закроем лишнее закрываем лишнее закрываем чтоб не болел это тоже закроем так и наконец-таки подборка слов продукты питания ну как что нам скажет подбор слов то есть какие сочетания слов продукты питания ага ну вот продукты питания в месяц дают запрос практически 500 тысяч человек иначе мы их сюда вставим так сочетание продуктов продукты питания продукты питания так вставляем продукты питания продукты питания есть так дальше какие продукты питания какие продукты питания какие продукты питания опять таки только раз копируем вставляем какие продукты питания дальше список группы продуктов питания Вот это по нашей теме. Группы продуктов питания. Так, это сюда. Группы продуктов питания. Так, и что-то. Продукт опт, это не то, мазин. Продукт база, продукт база, банан продукт. Рационы, продукты питания. Рационы, продукты питания. Пойдет. Десять тысяч запросов. Рационы, продукты питания. Вот и все. То есть мы с вами сделали описание. Поставили всевозможные тут теги, мэги. И теперь это все начнем сюда, на ютуб. Описание. Значит, здесь название есть. Я только что сделал. Станьте спонсором канала, и вы получите доступ вот к этим вот видосам. То есть я это сейчас, правильное сочетание пищевых продуктов, выложу только на спонсорскую подписку. Я затратил довольно-таки много своих личных сил, своего личного времени. Если это как-то вас коробит, не нравится, пожалуйста, заходите в мою библиотеку, и то же самое читайте сами. Одно дело, знаете, утаить, и вот сюда только, сюда заходите, и тут все у меня смотрите. И совсем другое дело, когда ты за свой труд хочешь получить, ну, ну, хоть что-то, хоть что-то. Так, а у нас нету тут правильного сочетания, я еще не делал. Так, рулит, 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 рулит. Оставление, а-а-а-а-а-на-на-на-на-на-на-на-на. Ладно, нету. Что надо еще сделать? Поспешил я, поспешил я, поспешил я. Поспешил так. Правильное сочетание пищевых продуктов. Правильное сочетание пищевых продуктов. Смотрите, теперь надо здесь значок этого видео сделать. Значок этого видео, надо нажать. Программка фотографирует снимок экрана, выбранная область. Весь экран не нужен нам, тем более у нас тут два экрана. Фотографируем, далее называем его правильное сочетание продуктов. Та, ё-моё, видите, переключил на английский, и поэтому... Правильное сочетание продуктов. Нажимаю. Ага, есть. И насколько там я слышал от знающих людей, что, мол, YouTube... Вот когда вы выкладываете видео, чтобы название видео, чтобы вот эти вот описания видео, чтобы вот эти все теги видео... А, он тут сам нам выставил, даже не надо было ничего делать, нет, нам все-таки вот это надо. Вот, правильное сочетание пищевых продуктов. Либо же загрузить значок, мы можем это все вот так вот взять и отсюда сделать. Можем вот так выбрать. Опа! Выбрали, ну. Есть. Выберите плейлист. Выбираем плейлист. Спонсорский плейлист. Почему? Я уже объяснил. Аудитория в видео не для людей, не для детей, не для детей. Хотя и дети могут смотреть, но это уже какие-то пошли заморочки самого YouTube. Так, другие параметры. Нажимаем другие параметры. Другие параметры, это как раз вот пошло у нас вот еще, так сказать, теги. Сейчас мы увидим. Вот они теги. Если при поиске видео зритель зачастую допускает ошибки, в основных случаях делать это не обязательно подробнее. Ну, мы ставим теги. То есть теги те, которые я взял из списка слов, которые народ ищет. Народ ищет. Так. Что-то приболел. Так, где этот у нас? Поиск слов. Поиск слов, поиск слов, поиск слов, поиск слов. Статистика ключевых слов в Яндексе. Вот она. Итак, это все мы оставляем. Эти слова были внесены сюда. То есть народ берет продукты питания, допустим, хочет узнать о продуктах питания. Продукты питания. Уже подсказывает. Хорошо. Подобрать. Раз. Продукты питания практически 500 тысяч запросов в месяц. Ага. И у нас тут тоже продукты питания есть. Продукты питания. И переходит на этот видос. Ладно, пока это мы закрываем с вами. Так, у нас уже идет обработка в HD завершена. Значит, что мы тут спонсорского-то поставили. Далее. Выберите вариант монетизации. Отключена, включена. Далее. Далее. Так. Вот. Пошло. Соответствие требований рекламодателей. Это уже по американским законам. Они спрашивают. Есть ли в видосе ненормативная лексика? Нет. Контент для взрослых? Да. Ну, как контент для взрослых? Есть ли сцены сексуального характера и так далее? Романтические сцены, тут обслуживание сексуального опыта? Ничего этого нету. Ничего этого нету. Поэтому я ничего тут не нажимаю. Далее. Сцены насилия нету. Шокирующий контент нету. Вредные или опасные действия нету. Рекреационные наркотики нету. Оскорблений и высказанных нету. Огрыстрельного оружия нету. События текущие, деликатные отношения. Затронулили недавние события, связанные с войной, смертями. Нет. Спорные вопросы тем, которые вызывают на негативные эмоции. Нет. Ничего из-за указанных. Все. Значит, все подходит для рекламы. Далее. Так. Импортировать из другого видео. Добавить. Что мы с вами добавим? Импортировать из другого видоса. А именно какого видоса? Целительные силы, правильное питание. Самое подходящее. Самое подходящее, то это уже YouTube сам предлагает. Самое подходящее, да? Далее, значит, что тут у нас? Посмотрим еще, что там встал. Самое подходящее. Самое подходящее, самое подходящее. Ладно. Так. Так, дальше. Как нам дальше теперь? Конечные заставки. Что-то такое. Элементы конечной заставки. Нет, обожаются. Сохранить. Сохранили. Зависли на этом. Так. Если изменить. Так. Добавляем. Добавляем подсказки. Видео. Плейлист. Мы добавляем целый плейлист спонсорский. 35 видео. Сохранить. Так. Это у нас конечная добавка. Изменить. Есть. Обработка завершена. Далее мы наконец-таки делаем. Сохранить или опубликовать. только для спонсорев. Открытые посылки. Только для спонсоров. Все спонсоры. Опубликовать. Публикация идет не просто вот, как бы, на мой канал YouTube, а она идет в первую страницу. Вот смотрите, откуда она идет. Так вот это мы сейчас делаем. На первую страницу. На главную. Значит, что мы сделаем? Кое-что копируем. Здесь аудиокниги слушать. Правильное сочетание пищевых продуктов. Дальше смотрите. Разрушение пищи. Все, 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 все. Витамины, минеральные вещества. Пища, белки, углеводы. Чистки организма. То есть вот она идет. Изложение первого тома. Вы теперь все это можете слушать. Так. Вы. Вы теперь можете самостоятельно слушать. В любое время этот уникальный потериал о питании. Так. И еще добавим. Вот она уже есть. Спонсоры могут слушать. И это что делаем? И это что делаем? Опубликоваты. Опа. Опубликовываем. Есть. Сделали. Это мы с вами сделали. Теперь хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы, чтобы сделать. Теперь хотелось бы для всех остальных, чтобы они понимали, что тут творится на канале и чего они лишаются, сделать кратенькое, кратенький видосик на эту тему. Кратенький видосик на эту тему. И как раз вот это вот видео пойдет, пойдет на канал. Так. Файл. Загружаем в библиотеке. Что-то библиотеки не всегда подгружаются. Ага. Вот она. Так, это что у нас канал? Рабочий, да? Много не будем делать. Вот смотрите. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Это целый лист. А, надо сюда. Вот так. Это целый лист. Вот я читаю целый лист. Это все звук идет. Так, это что у нас? Христофор Колунд. Переход на правильное питание. А это что у нас? Переход на правильное питание. Вот. Вот он начался отсюда. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем следующее. Мы берем вот так вот. Вот это. Отрезаем. Это мы отрезали. Это все мы удаляем. Потому что это уже сделалось. Так, ставим сюда. Раз. И переход на правильное питание. Переход на правильное питание. То есть, для всех остальных, которые посещают канал, и по каким-либо причинам они не стали спонсором этого канала, для них вот такая вот кратенькая. На 6 минуточек видосик. Для них. А при желании могут посмотреть, конечно, намного больше. Так, это рабочий. Назовем его дополнение. Дополнение. К питанию. Раз. Раз. Все. Компьютер начал обточку этого материала. Переход на правильное питание. Начал обточку этого материала. Пока. Наш компьютер работает. Теперь нам известно, что организм на новую, необычную продукцию. Мы посмотрим. Проросшее зерно, сырые, умные, и так далее. Двадцать девять и четыре тысячи подписчиков. Так, управлять видео. Управлять видео. Главное, видео. Управлять видео. Нужно. Управлять видео. Что-то. Загрузки. О канале. Значит, просмотр уже. Кто-то один сделал просмотр. Что меня интересует. Что меня интересует. Ну, немножечко аналитику. Хотя, смотрите, что меня интересует. Вот контент. Мне хотелось бы выложить. Правильное сочетание пищевых продуктов. Правильное сочетание пищевых продуктов. Да, мне хотелось бы выложить. Здесь тоже описание сделать. Так, управлять. Нет? Не хочет? Не хочет. Наблюдается целый ряд перестроек в органах и в системах, которые могут проявиться в виде болезненных кризисов. Знайте об этом. И не пугайтесь. Кризисы лишь указывают, что вы на правильном пути. Подробно написано, как на патриоте. Оставить комментарий. Оставляем комментарий. Как показала практика. Далее. Мы его не просто оставляем, но мы его еще закрепляем. Закрепляем. 3-12 месяцев. То же самое происходит и с микрофлорой кишечника. Кишечная гормональная система обладает большой энергостью. Ей для перестройки необходимы 1-2 года. Изменение китовых привычек, поведения и психики человека. Далее. Что мы делаем. 2-3 года. Так, а давайте почитаем комментарии. Входит в нужную силу и прекрасно работает. Критерии нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Следующее. Первое. При приеме свекольного сока мочание окрашивается в свекольный цвет. Это указывает на нормальное состояние эпителия желудочно-кишечного тракта. Второе. Стул становится легким и бывает 2-3 раза в день. Это указывает на нормальную моторику желудочно-кишечного тракта. Третье. Консистенция фекалиев в виде полумягкой колбаски, без запаха и без включения непереваренных кусочков овощей, фруктов и т.д. Это указывает на нормальное всасывание воды в толстом кишечнике. А отсутствие запаха и кусочков овощей свидетельствует о развитии полноценной правильной микрофлоры. Четвертое. Медленно изменяются пищевые привычки. Что-то куда-то уходит. Здесь все спрашивалось о неспецифический язвенный колит. Я так понял, она толстого кишечника. Что вот. Вы там что-то посоветовали. А, я посоветовал ответ. Пришло сообщение, что слизь вышла. Значит, то есть работает. Слизь вышла дно от крови, продолжает еще выниляться. При этом. Что бы еще. Я как-то до этого уже давным-давно говорил. И все повторяю. Ну, во-первых, я не врач. Ну, во-первых, я не врач. Так, знаете, походу, чем-нибудь там заняться можно. Вот. И когда вот просто там неспецифический язвенный кашет и все. Как там лечиться. Медики там не помогают. И в конце концов, старайтесь употреблять. И считают, люди считают, что этого вполне достаточно. Есть такое понятие, как анамнез. То есть, вы пришли на прием кончик. И вот прежде, чем что-то там назначить и сделать, он начинает вас расспрашивать. О вашем заболевании. Вот лично я бы так это все поставил. Какими болезнями вы болели. Чтобы понять, от чего мог бы быть возник. В каком, как бы не время, когда этот возник язвенный калит. Вот у человека, он не болел язвенным калитом, а потом только бахом, он заболел. Что было до этого? Важно знать, что явилось причиной, чтобы это устроить. Этого нет. Вот лечите меня, лечите там это. Да ничего этого вам не вылечит. Даже, грубо говоря, если даже что-то им поможет. Но вы не понимаете, от чего это все возникло. Причины должна составлять свежая, сырая растительная пища. Вся это ваше лечение, как у меня с гемором в свое время, оно также через месяц, через два, через три, опять возникло. То есть важно знать, что у человека было, какие заболевания он перенес, какие были эмоциональные потрясения. То есть что было накануне заболевания язвенным калитом, что-то проявилось в конце концов. Вот что-то же было, ничего не было, потому что что-то возникло. Значит, есть какая-то причина, ее-то надо знать. Об этом ноль. Это то, что люди просто-напросто не подготовлены, они в этом деле ничего не понимают. У них есть, как бы сказать, итог жизненный, их жизненный итог. И вот они хотят от него избавиться. Для того, чтобы избавиться, надо знать, как вы его нажили. Так, вот, поэтому я там кое-какой там дал ответ. Но уже и то, хорошо, что тмин работает. Что если так просто, можно там тыквенную кашу поесть, она мягенькая, пойдет, хорошо действует на стенке толстого кишечника. Тыквенный сок попить, там есть биологически активные вещества, которые как раз нужны для того, чтобы стенку восстанавливать. Морковный сок попить, яблочно-свекольный сок попить. Вот, то есть много разных действий поделать. Плюс, в конце концов, знаете, вот я сам и вам рассказываю, и показываю. Вот была у нас встреча с Тиграном. Я вот этот пузыречек пшикал, и как-то мне это все нравилось. И продолжает нравиться. Тигран увидал, и говорит, я тебе дам вообще вот такую вот бутылку, бутылец, чтобы ты уже там пил. Хорошо, значит, я начал пить. И это уже вторая бутылка. И что я обнаружил? Я обнаружил следующее. Пока для себя, пока для себя. Обнаружил то, что очень сильно укрепились десны во рту. Никаких, знаете, вот я чищу так хорошенько этой самой зубной щеткой по зубам. Вожу так, деру. Раньше, конечно, естественно, там выделения были крови, да. А это, это. Никаких выделений нет. То есть десны укрепились от и до. Отлично действует на десны. И вот, Тигран говорит, вынешь, да зальешь. Вынешь, да зальешь. Вот я закрываю. Заливай, заливай. Заливай, наливай. Все, появилось. Это мы закручиваем. Еще говорил, Тигран, что, мол, эта штука устраняет папилломы. У меня папилломы есть. Скрывать не буду. Не такие уж и небольшие, но тем не менее они есть. Отлично, такая хвойная штучка вяжущая. Работает отлично. Вот пока не взяло. Но тут же возможно, вот я выпью вот эту. И еще закажу, наверное, две. Разорю. Тигранчика. И вот тут-то я уже поделаю микроклизмы. А именно. Я, допустим, ну, пускай это будет там чайная ложка, начну с чайной ложки, на 40 грамм там кипяченой воды. И поделаю микроклизмы. И посмотрю, как она будет работать на толстый кишечник и на все, что там с этим связано. Так что я убедился, вот эта вот вещь отлично. Действительно, она укрепляет организм, укрепляет мягко. Укрепляет как-то мягко. Как-то даже незаметно. Но, тем не менее, действие есть. Действие есть. Ну, и что я еще хочу вам сказать. Вот, конечно, на все зелья мы обращаем внимание. Но надо обращать внимание еще и на увеличение своей собственной энергетики, которая именно основная в том, чтобы справиться со всеми этими заболеваниями. И, возможно, вот кто спрашивал про язвенный колит, кто спрашивал про гастрит, можно или не можно. Я думаю, при гастрите можно вот это вот зелье Тиграна попить. А при колите толстого кишечника поделать микроклизмочкой. Я думаю, будет улучшение. Но при этом, опять-таки, важно понимать, от чего это возникло. В некоторых случаях достаточно просто-напросто убрать причину и все проходит. В другом случае лечат-лечат без убирания причины и ничего не получается. Хотя какие-то эффекты есть временные. Вот я сижу перед вами. Начали, наверное, мы там сейчас камера нам покажет сколько времени все это дело. Запись идет и смотрите запись значит сделана запись сделана Final Cut работает у нас YouTube у нас работает Кстати, сколько спонсоров стало то есть это те люди смотрите 68 человек уже спонсоры они поняли что здесь информация достойная внимания и вот они по 50 рублей в месяц от своих средств отделяют и получается довольно-таки очень хорошо читают полезные вещи и все целительные силы все 4 тома вот сейчас идет к концу 1 том будут выложены здесь чтобы могли почитать так ну и что теперь мы делаем и теперь мы теперь мы с вами теперь мы с вами закрываем Safari закрываем Safari это у нас выложено так правильное сочетание пищевых продуктов выложено сейчас мы еще тут что-то сделаем такое дата TikTok так это не то Ginesha 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 Silver Silver это вот этот Silver Moon Серебряная Луна вот это диск ауди книги целительные силы мы мы это сюда правильное сочетание пищевых продуктов переносим переносим отсюда и так что-то что-то вот как это переносится отсюда смотрите раз и должно исчезти оно исчезло теперь оно здесь так теперь что за видос я сделал как название какого название название так ротационное дополнение дополнение к питанию что-то переход на правильное питание ага переход на правильное питание вот она у нас это есть теперь я беру это видео и это видео делаю общее из них так называемую мультикамеру и по ходу действия вот это сюда еще встраиваю встраиваю и вылаживаю весь процесс я вам показал так это у меня должно по крайней мере 12 часов я это должен сделать и так все вырубаем камуры камура вот она подсоединяется сюда подключить к юсбор к юсбор подключено теперь она сейчас появится здесь видите здесь она появилась и 46 минуточек ух ты все это мы сюда закачиваем если сейчас и вот эту камеру мы сюда закачаем